Ассалам алейкум. В эфире телеканал ННТ новости Дагестан в студии Карим Даниф и в начале коротко о главном. Утечка газа и массовое отравление. Все подробности происшествия в Дербенте через минуту. В Казахстан останется без куриных лапок. Специалисты Россельхознадзора не пустили через дагестанский участок границы более 20 тонн груза. Методом народной стройки – народный спортзал. О том, как жители Калининаула 5 лет собирали деньги на новый объект, расскажем в выпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления людей в одном из кафе Дербента. Напомним, вечером 19 сентября в одном из местных заведений общепита пострадали 17 посетителей из-за утечки газа. На данный момент в центральной городской больнице остается 6 человек. Остальные выписаны. Состояние пациентов удовлетворительное. На данный момент в медицинском учреждении продолжает находиться четверо подростка под наблюдением и две женщины в терапевтическом отделении. Остальные пациенты чувствовали себя хорошо, от дальнейшего пребывания в стационаре отказались и с рекомендацией были выписаны. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Погиб ребенок 7 лет. Еще двое детей и водитель легковушки пострадали. Тяжелая авария произошла днем 19 сентября на автодороге Астрахань-Махачкала в Баба-Юртовском районе. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Део Матис, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с газелью. В результате ДТП 7-летний пассажир Део Матис от полученных телесных повреждений скончался на месте. Еще две девочки 7 и 8 лет, а также водитель автомобиля были госпитализированы. Росельхознадзор не допустил ввоз 21 тонны куриных лапок через дагестанский участок госграницы. Автомашина следовала из Ирана в Казахстан. На пункте пропуска Ярак Казмоляр инспекторы ведомства в ходе досмотра товара выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил. На перевозимый груз отсутствовало разрешение на ввоз. Предприятие также не аттестовано на право экспорта продукции на территорию Таможенного союза. По данному факту составлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных правил при перевозке. Автомашина возвращена на сопредельную территорию. Отметим, что всего Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала года было проконтролировано 35 тысяч тонн грузов животного происхождения. В зону ответственности управления поступала продукция из Азербайджана, Ирана и Турции. В Дагестане проведут анализ деятельности частных детских садов. Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В частности, собравшиеся обсуждали вопрос ненадлежащего предоставления услуг в данных учреждениях. Напомним, в марте этого года в одном из частных детсадов Махачкалы трехлетняя девочка упала со второго этажа между перил и лишь благодаря своевременной медицинской помощи осталась жива. Тогда проверка выявила, что у владельца не было никаких разрешительных документов. Представитель Следственного комитета предложил надзорным и правоохранительным органам провести анализ деятельности организаций дошкольного образования, работающих без лицензии. Зампред правительства республики Мустым Телякавов поручил создать межведомственную рабочую группу для досконального изучения ситуации. В Махачкале стартовали курсы повышения квалификации по теме деятельность органов государственной и муниципальной власти по противодействию экстремизму. Обучающие семинары будут идти неделю. Мероприятие организовано Координационным центром при ДГУ по государственному заданию Минобра Дагестана. Занятия проводят специалисты республиканских министерств и ведомств. Эксперты расскажут об основных принципах противодействия данной идеологии, о деятельности органов государственной власти и муниципального самоуправления по предупреждению терроризма, а также об ответственности организаций и физических лиц за распространение материалов экстремистского толка. Наследие мусульманских богословов в деле сохранения нравственных ценностей. Именно эта тема стала главной на третьей международной научно-образовательной конференции, прошедшей в Махачкале. Работа секции прошла в историческом парке «Россия. Моя история». В обсуждении тем участвовали представители научной интеллигенции, религиозных конфессий, а также студенты. Всего более 20 экспертов, в том числе из Йемена и Ливана. Студенты участвуют как в секционных заседаниях, так и в пленарных заседаниях. Это связано с тем, что мы таким образом приобщаем наших студентов к духовному наследию наших предков. Цель мероприятия – изучение и популяризация наследия мусульманских богословов. По итогам конференции будет опубликован сборник докладов. На сегодняшний день ведется очень такая фундаментальная работа по трудам этих ученых. Переводится на русские и татарские языки и на другие языки, чтобы будущее поколение понимало, чем они занимались, какую просветительскую работу они вели. Спортзал на народные деньги. В селе Калининаул Казбековского района открыли новый спорткомплекс. Объект, который около пяти лет строили за счет пожертвований жителей села, будет носить имя чемпиона Европы по вольной борьбе Ахмеда Гаджимагамедова. О том, как народ решился на это большое дело, узнаем в материале Курбана Рагимова. Это помещение Дома культуры больше похоже на коридор. Здесь едва хватало мест для всех желающих тренироваться, а таких в Калининауле более 120 детишек. Долгие годы юные вольники ютились в тесном здании, пока пять лет назад местные жители не взяли ситуацию в свои руки. Методом народной стройки они решили возвести новый спорткомплекс. Зал будет носить имя Ахмеда Гаджимагамедова. Поддержать чемпиона Европы и призера чемпионата мира в село приехали его друзья. Собрался звездный десант олимпийских чемпионов и других титуловных спортсменов и тренеров. Единство и сплоченность жителей Калининаула на церемонии открытия отмечали представители Минспорта, Муфтеатр Республики и руководство Казбековского района. К открытию приурочили турнир среди юношей, который собрал почти 150 участников из разных луков республики и страны. Сегодня здесь такие условия. Есть все для того, чтобы стать чемпионом, для того, чтобы стать сильным в мире. И у них есть на кого равняться, есть с кого брать пример. К примеру Ахмед, когда уже нужна была конкуренция, он каждый день с этого села ехал километром 30 до Хасавюрта. В Уолы Евдина два раза ездил. И вот в итоге он стал тем, кем он есть. Чемпионом Европы, призером чемпионата мира, заслуженный мастер спорта. Здесь все было, все работали, все же мать, все работали. Вы сами видите, я думаю, в городах нет такого спортзала, здесь все есть. Я вообще, когда начал тренироваться, у нас в селе не был зал. Мы ходили прыжком в Ленал, в соседнее село, там был зал, туда ходили. А потом уже, после восьмого класса я поступил в Хасавюрт, Олимпийское училище, туда ходил. Каждый день по два раза ездил я туда. По два раза утром и вечером ездил, голосовал. А сегодня, видишь, никогда не думал, что у меня селе будет такой спортивный комплекс. Я думаю, с этого зала я не мог чемпионом мира стать. Я думаю, иншаллах, отсюда выйдет чемпионы мира и Олимпийский чемпион, ну, выйдет, наверное, иншаллах. Общая площадь нового объекта около 800 квадратных метров. Комплекс включает в себя просторный зал на два ковра, а на втором этаже готовится помещение для боксеров. Также планируют обустроить и прилегающую территорию. Всего на стройку ушло более 12 миллионов рублей, при этом большинство работ проводилось на безвозмездной основе. Народную инициативу поддержали и местные власти, в стороне не остались бизнесмены и меценаты. Это заслуга Ахмеда Гаджи Магомедова, то, что подтолкнуло, что пришла такая идея, что можно такое построить, что можно достичь чего-то. И вот так начали. Молодежь села, вот Дарео молодежь созданная. Вот эта команда начала работать. Да, многие не верили, но ребята постарались, показали, что можно это сделать, фундамент поставили. Это все спорткомплексы, вот то, что внутри забора, это 50 соток земли, вот это все спорткомплексы имени Гаджи Магомедова. Что здесь планируется? Планируется как бы вот докончить футбольное поле. Пострелить искусственный газон? Да, пострелить искусственный газон, все это, да, вот как можно, чтобы ночью можно было играть, с освещением, со всеми делами. И беговая дорожка будет, парковод будет расширяться, там тренажеры летние, да, вот вариант. Построить построили, но зал надо еще и содержать. Это зарплаты тренерам, уборка и другие расходы. Теперь в селе надеются, что спорткомплекс перейдет на республиканский баланс. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Казбековский район. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok